Песни в исполнении Дианы Гурцкой, лиричные и трогательные, если веселье, то с небольшой грустинкой, почти полностью соответствовали атмосфере на трибунах стадиона одной из крупнейших на побережье детских здравниц. Для четырех тысяч мальчишек и девчонок, юноши и девушек этот праздничный вечер означает прощание друг с другом с Анапой. Для руководства это последняя смена в сезоне. За лето здесь отдохнули более 20 тысяч юных граждан практически со всей России. Они купались в море, ходили на экскурсии, познавали мир в игровой форме. В этом году один из санаториев стал компанией. Каждый начинал рядовым сотрудником, но мог придумать собственный бизнес-проект, защитить его и стать менеджером. А в перспективе и топ-менеджером. Они планировали деятельность своей фирмы, придумывали эту фирму, кстати сказать, предлагали новые виды деятельности со свойственной детям непосредственностью и полетом фантазии. Это у них получалось достаточно здорово. Наши дети в достаточно юном, в своем школьном возрасте уже в принципе готовы и должны начинать готовиться к своей взрослой жизни. За это лето друзьями юных отдыхающих стали более тысячи вожатых, студентов педагогических вузов. Сегодня мы просим вас выполнить еще одну серьезную и ответственную миссию. Это показывает то, что я работала в будущем году. Это все подачи, вожатые и лучшие по профессии каждого корпуса. Это даже Сония Карелия и мой отряд. Этого можно поаплодировать. Студенческий педагогический отряд «Вектор». Это называется «Бойцовкой». Помимо знаков отличия, на ней значки подарки на память от коллег, а также воспитанников. Елена Бехтерева из Петрозаводска, Республики Карелия. По образованию педагог-психолог. Учится в магистратуре. Считает работу в детском лагере уникальным опытом. В частности, по отвлечению детей от интернета. Кто-то хорошо рисует, кто-то замечательно поет, танцует. Мы их привлекаем к тому, что им не все хорошо получается. Главное мотивировать на любое мероприятие, чтобы они хотели и сами горели тем, что они будут делать. И наша задача также гореть вместе с ними, и тогда они будут заниматься чем-то очень хорошим. Среди тех, кто зажигает традиционный костер, девятиклассница Анастасия Козлова. Девушка увлекается иностранными языками. Здесь она избранный мэр города Солнца. В санатории, где отдыхала девушка, юные отдыхающие выбрали самое настоящее местное самоуправление. Анастасия решила выдвинуть свою кандидатуру, и ее избрали. Моя программа понравилась многим отдыхающим нашего корпуса. Я предлагала вести разные мероприятия, изменения некоторые в дискотеках. Те, кто хоть раз бывал в детском лагере, наверняка помнят эти моменты. Анастасия, как говорит она сама, возит с собой море тепла, любви и хороших впечатлений. Закончилась летняя сказка для того, чтобы уже в следующем году в нее смог попасть кто-то еще на главном детском курорте страны. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Продолжение следует...